архитект это студийный на данный момент концептуальный арт-проект возникшие ну наверное где-то пару лет назад с небольшой идеей снять клип раньше у нас был проект петля такая рок-группа может кто слышал может кто не слышал ну играли мы такой гаражный рок вот ну то есть там конкретно было был какой-то звук какая-то идея вот но впоследствии мы начали придумывать какие-то песни какие-то песни которые не входили в ту концепцию которую пропагандировали так сказать раньше архитекта само название как оно пришло трудно сказать что это такое наверное прежде всего это архитектура творчества архитектура мысли потому что в какой-то момент я понял что придумываю слишком много разнопланового творчества это и стихи и музыка и видеосъемкой занимаемся и как бы она уже просто в рамки проект петля не вмещалась и в какой-то момент думали как это все объединить в каком-то новом формате вот так наверно все-таки возникла это творческая архитектура которую мы сейчас эту идею развиваем то есть это не будет ограничиваться какими-то жанрами и форматом будем стремиться что-то делать новое что-то куда-то двигаться архитекты это студийный проект прежде всего потому пока что мы работаем студии да то есть что-то сочиняем что-то пробуем экспериментируем со звуком и как бы все началось опять-таки с идеей снять клип песню но когда мы поехали и отсняли клипы посмотрели что материала слишком много и песню это уже не вмещается и было мы значит оставили только музыкальную составляющую развили и вот у нас вышла такая первая который короткометражка под названием катарсис вот впоследствии как бы это пошло дальше 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 и мы сняли еще две короткометражки которые сейчас находятся в работе то есть видео отснято но работаем грубо говоря над музыкальной составляющей над саундтреком вот пока мы работали над этим мы поняли что вы рождаются какие-то песни которые тоже мы сейчас пробуем записываем прежде всего он студийный на данный момент потому что участники проекта проживают в разных городах в частности у нас бас-гитарист он старый наш друг за уркусов он живет в норильске и работает там майер валиф с которым мы снимали видео сейчас записываем какие-то треки также сейчас проживает в москве и просто на данный момент нет возможности собраться играть в живую но в дальнейшем мы планируем я думаю когда наберется программа будет как будут какие-то концертные выступления и так далее и тому подобное на данный момент сейчас все ограничивается сочинение материала съемкой клипов монтажом их и т.д. и т.п. так что пока что действуем так в общем была такая да некая идея возникла о человеке который находится внутри себя внутри собственного сознания и пытается из этого всего выбраться да вот то что называется грубо говоря катарсис то есть некоторое очищение перерождение пробуждение через боль или страдание я думаю что сейчас эта тема актуальна как никогда в принципе начиная с древних греков такие вопросы поднимались задавались и в общем как мы работали то есть мы написали какой-то сценарий просто собрались толпой у нас была такая небольшая съемочная команда мы взяли палатки и поехали в горы снимать клип и по уже снимали снимали и наснимали то что наснимали то что получилось вот потом какие-то сцены доснимали в городе что-то какие-то кадры переснимали в общем так и родился первый клип первая короткометражка наверное даже так сказать хочется сказать немного о сюжете клипа потому что он такой получился слегка наверное замысловатый не прямолинейный и некоторые люди задаются вопросом о чем же все-таки это клип как с одной стороны даже комментировать собственное творчество не хочется но разошла речь наверно хочется сказать о том что человек находится в замкнутой комнате пытается оттуда выбраться рядом с ним стоит чемодан вот и человек в этой комнате мечется терзает себя но выйти не может и значит ему снится сон что человек он же герой идет по горам с этим чемоданом или за ним по пятам в буквальном смысле следует некий дух то если как бы преследует его вот человек идет и не замечает или в какой-то момент человек открывает чемодан и начинает сжигать какие-то свои воспоминания какие-то эмоции что-то еще в костре и потом значит появляется дух который ему во сне передает ключ после чего дух исчезает все загорается стул и человек просыпается в той же комнате пытается вновь выбраться берет этот чемодан который с ним стоит в комнате разбивает его а внутри оказывается ключ в общем ключ от его сознания может быть этот ключ лежал там всегда может быть дух действительно передал во сне ключ ну тем не менее герой берет ключ выходит наружу навстречу новым приключениям на белый свет в общем вот такой вот первый клип первая патра короткометражка вообще когда что-то снимаешь и когда что-то делаешь у нас получается так что задумываешь сделать что-то одно на деле получается немножко другое но тоже интересно во первых почему так происходит потому что всяческий бюджет у нас отсутствует мы делаем все сами снимаем на любительские камеры записываем звук дома сами это сводим в общем сам себе режиссер на 300 процентов вот этот клип тоже наверное все таки не обошелся без некой мистики вот например момент с бабочками в сценарии никаких бабочек не было то есть мы когда за рубеком кустом мы пришли снимать сцену с с комнатой мы просто зашли в комнату и там были эти бабочки так получилось что бабочка стала чуть ли не главным героем клипа ну по крайней мере она сыграла хорошую роль также могут момент с горящим стулом его сняла алюна кусова не знаю такие случайно не случайно кадр получился и уже стал ключевым в клипе съемки происходили максимально быстро весь материал мы засняли практически за три дня два дня снимали в горах один день снимали в комнате потом некоторые кадры мы доснимали чуть позже также у нас обстояло дела со вторым и с третьим клипом вот раньше например когда написались это все затягивалось на года и как тяжело сейчас я больше сторонник того чтобы писаться моментально максимально быстро пока присутствует какое-то вдохновение и намного живее так получается поэтому в дальнейшем и планируем что-то делать еще сейчас у нас в работе помимо двух клипов из трилогии еще пара песен новых тоже будет с интересным звуком отличаться от того что мы делали раньше так что поживем увидим поживем увидим все будет как говорится все будет